13 августа 1996 года. Маленькая болгарская деревня Рупита. Столбик термометра зашкаливает за 40 градусов жары. 15-тысячная толпа людей. Журналисты ведущих мировых агентств ведут прямую трансляцию печального события. Умерла Ванга. Более полувека люди со всего света приезжали к ней за помощью. В гостях у знаменитой болгарки побывали президенты, главы государств, космонавты, писатели, ученые. Ванга могла проникать в прошлое и будущее приходящих к ней людей. Она предсказала начало Второй мировой войны. Смерть болгарского царя Бориса. Ввод советских войск в Чехословакию, Чернобыль, развал СССР, победу Ельцина на выборах, гибель подводной лодки «Курск». Ее земная жизнь завершилась в тот день и час, который она сама себе предсказала. И сегодня, после смерти, ее имя окутано легендами. Скажи, Ванга, перед тобой встают конкретные картины? Облик человека, пейзаж, обстановка? Да, я все это вижу четко. Это происходит в прошлом, настоящем или будущем? Это не имеет значения. Как конкретно проявляется будущее того или иного человека? Я вижу его жизнь, как на киноленте, от начала до конца. 1974 год. Ванга принимает по 120 человек в день. Встреча с ней потрясает каждого. Непонятно, как сверхъестественной силой дух может жить в сознании полуграмотной крестьянки. Эх, золотой ты человек, да за деньги продался. За эту никчемную мебель, за эти квартиры и прочую ерунду. Все копил, копил, а теперь вот больной насквозь. Паркинсон у него. Слушай, что я тебе скажу, парень. Ты не болен, не болен ты, ты напуган. Ступай-ка ты к врачу, к неврологу, ну, который нервы лечит. Пусть он тебя посмотрит. Потом 20 ванн примешь. Хворят тебя и отстанет. А в мае месяце снова ко мне приходи. И дорогой подарок приноси. Вафли с мармеладом. Ну, пока. Это похоже на сказку. Принести с собой кусочек сахара или горшочек с цветами и услышать предсказания о себе и своих близких. А вот кусочек сахара от моего второго ребенка. Посмотри, нервный он очень. Шоколада поменьше давайте, да конфет. Набаловали больно. Не делай это. Про него вообще говорят, что он... Гермафродит? Да. Гермафродит чушь. Ничего страшного. Пусть его врач посмотрит из дома ребенка. Он поможет. И все у него пройдет. А у того, у кого шумы в сердце нашли, к десяти годам и следа не останется. Бог даст. Свидимся. Я всегда считала это абсолютно нормальным. Мне даже казалось странным, что люди удивляются способностям моей тети. Потом, когда мне исполнилось 10 лет, я стала понимать, что тетя моя отличается от других. И поэтому так много людей приходят к ней, беседуют с ней, она им помогает. Они выходят довольны и возвращаются обратно, чтобы ее поблагодарить. И мы уже понимали, что живем с человеком особенным, не похожим на других, с феноменом. Ванга родилась 31 января 1911 года в бедной крестьянской семье. Очень слабенькой, с неразделенными пальчиками на руках и ногах. Малышка долго не подавала голоса. Даже видавшие виды старухи не могли с уверенностью сказать, выживет ли дитя. Однажды ночью, это было через несколько месяцев, ребенок вдруг громко расплакался. Мудрые бабушки объяснили матери, что по-настоящему девочка родилась именно сейчас. Никто и не предполагал, что ребенок станет новым Нострадамусом. В 250 километрах от Софии, на юге Болгарии, находится Петрич, небольшой городок на стыке трех границ. Здесь живут болгары, греки и македонцы. Надписи делают сразу на трех языках. В этих краях переплелись разные обычаи и религии. Здесь жила Ванга. В маленьком городке все знают друг друга, все соседи. Некоторые из них дружили с Вангой не один десяток лет. Она была прекрасной хозяйкой, очень чистоплотной. Все у нее должно быть идеально вычищено, приятно пахнуть. Приберет весь этаж, потом спрыснет все розовой водой. Чистота идеальная. С утра сядем вместе, она, бывало, спросит, хочешь что-нибудь? Нет, отвечаю. Тогда мы с ней выпьем по капельке виски. Это ей Чавдар Драгочев велел, для сердца говорит, полезно. Грязи она не выносила, чистая была душой. До сих пор на калитке дома, где жила Ванга, висит табличка «Дом образцового содержания». Но теперь времена изменились. Хотя Петрич всегда гордился Вангой. Еще при жизни ясновидящей каждого ее земляка, если узнавали, что он из Петрича, обязательно спрашивали, как там поживает Ванга, как к ней попасть. Мы приходили к ней по-соседски, не для того, чтобы она нам что-то гадала. Она приглашала нас, и мы приходили, без очереди. Но что касается тех, кто приезжал к ней за помощью, 15, 20, 30 человек, сколько она принимала, это зависело от ее настроения. Никто не смел войти без очереди. Если кто-то пытался пролезть вперед, она его возвращала. И никакого блата не признавала. Садись, давай сахар. И бумажку давай. Ты откуда? Зачем приехала? Кто тебя записывал? Когда ты сюда приехала? Ну-ка, давай сюда, кассира. А вы ступайте отсюда. Это что за новости? Принимай Ванга, кого не подсунут. Никто со мной не считается. Так дело не пойдет. Кто в списке следующий? Что вы мне всех вне очереди подсовываете? Ну-ка, где список? По списку давайте. Ванга была женщина с характером. Это знали все. Она терпеть не могла, когда ее пытались обмануть. Если что-то ей не нравилось, могла сказать об этом человеку прямо в лицо. О каких-то фото и киносъемках не могло быть и речи. Но в 1974 году, после долгих уговоров, она согласилась, чтобы они сняли первый документальный фильм. Она ждала нас вместе со своими соседками и приняла нас довольно радушно. Правда, после того, как понадобилось вмешательство сверху, чтобы она согласилась на съемку. Ванга приняла нас как долгожданных гостей. И это в значительной степени ослабило наше напряжение. Начались съемки, и вдруг Ванга неожиданно спросила, а как же вы будете снимать, если у вас аппаратура неисправна? Режиссер не придала значения ее словам, потому что они приехали к Ванге с новой, самой лучшей на тот момент кинотехникой. Но через некоторое время уже в Софии обнаружилось, что Ванга была права. Вот те раз. Среди ночи звонит мне звукорежиссер и говорит довольно смущенным голосом, а я почему-то так и думала, что что-то со звуком, и спрашиваю у него, звука нет? И он ответил, да, звука нет. Так что первая наша встреча не записалась. А Ванга была в тот день такой интересной, непосредственной и очень приветливая по отношению к нам. А теперь у нее появился повод усомниться в наших профессиональных возможностях. Ласково камназ. Пришлось снова ехать к Ванге и переснимать фильм. История с незаписавшимся звуком так и осталась загадкой. Понятно, что слепая, деревенская, необразованная женщина не могла разбираться в самой современной на тот момент киносъемочной аппаратуре. Скорее всего, она почувствовала это особым внутренним зрением. Я думаю, что это дар Божий. Ведь есть ясновидящие мужчины и женщины, которые не слепые, а дар есть. Я не связываю одно с другим. Даже та пыльная буря, в которую она попала, и говорят, что это сильно повлияло на нее, это не так. Ванге было 4 года, когда у нее умерла мать. Девочка росла под присмотром соседок. Она сама придумывала забавы. Любила играть в лечения. Только одна игра не нравилась отцу. Бывало, Ванга положит на улице или в доме какой-нибудь предмет, закроет глаза и начинает его искать на ощупь, как слепая. В 1923 году Смерч подхватил 12-летнюю Вангу и унес за 2 километра от родного села. Через несколько дней девочку нашли, обезумевшую от страха. Но страшнее всего была жуткая боль в ее запорошенных пылью глазах. Девочка начала слепнуть. После того, как Ванга ослепла, она начала видеть яркие картины. Причем сначала не говорила об этом своим родным, а говорила, что это ей снится. Например, говорила отцу, что видит в его стаде одну овечку, которая потеряется, но он найдет ее в таком-то селе. Или, например, что такой-то человек болен, но выздоровеет. От того-то или от того-то. Редкие кадры. Прием закончен. В конце дня Ванга остается одна. Несмотря на свой недуг, она самостоятельно справлялась со всеми домашними делами. Стирала, готовила, убирала. Ее уютный дом всегда был открыт для гостей. Все умела. От Бога ей было дано. А вязала как? Жилетки, кофты, на двух спицах. Тык-тык, быстро так. Рисунок вывяжет сверху донизу и приговаривает. Не вы одни вяжете. Ванга тоже умеет. Весь дом Ванги был заставлен подарками. Куклы, матрешки, сувениры ей привозили со всего света. Эту японскую куколку подарила мне Ронча Аристархова. А вот эти куклы из Северной Болгарии, ох, извините, из Северной Германии, мне их подарил Христо Христов. Каждый вечер она перебирала свою любимую вещицу. Удивительно, но Ванга помнила наизусть, кто и когда подарил ей тот или иной сувенир. Была у нее еще одна особенность, о которой знали только самые близкие Ванги люди. На ее голове до самой старости не зарастал родничок, который бывает только у младенцев. Однажды, когда я ее стригла, она пожаловалась, что ей больно, когда ей кто-нибудь вот до этого места дотрагиваются рукой. Я пощупала и ощутила, что там такая тоненькая пленочка, как у грудничков. Она, между прочим, не раз говорила, что чувствует себя 13-летней девочкой. Ванге нравились любые подарки, сделанные от души. Это могло быть что-то совсем маленькое, даже пуговица. Но когда это дарилось с любовью, для нее это было особенно ценно. Не любила подарки, которые дарились, так сказать, по протоколу, потому что так полагалось. Не любила дорогие и крупные вещи. Обычно она потом их кому-то передаривала. Препударяваши ги. К Ванге приезжают со всей Болгарии. И крестьяне, и рабочие, и военные. Некоторые ждут в своей очереди месяцами. Петрич становится туристической меккой. Открываются новые гостиницы. Все хотят попасть к Ванге. Слух о необычной провидице доходит и до Софии. Лидеры Болгарской коммунистической партии и члены их семей тоже хотят узнать свою судьбу. Внучка генерального секретаря коммунистической партии Болгарии Тодора Жевкова 12-летней девочкой впервые побывала у Ванги. Если говорить о моем первом впечатлении, то я скорее переживала, потому что до этого мне не приходилось встречаться с ясновидящими, с теми, кто умел предсказывать будущее. Это произвело на меня очень сильное впечатление. Ванга выглядела довольно странно. Во всяком случае, мне так показалось. Она была уже в возрасте. Такая симпатичная и очень скромная женщина. В то время Болгарию называли 16-й республикой Советского Союза. Здесь всерьез и надолго строили коммунизм. Первого человека страны, коммуниста Тодора Жевкова, вряд ли когда-нибудь озаботила такое явление, как Ванга. Но с ясновидящей подружилась его дочь Людмила, которая в то время занимала пост министра культуры Болгарии. Она стала часто навещать Вангу и подружилась с ним. В результате именно Людмила убедила отца посетить известную прорицательницу. Дедушка несколько раз встречался с Вангой. В предсказания он не верил, но он создал необходимые условия, чтобы Ванге было хорошо в Болгарии. Дал ей официальную возможность принимать людей и работать. Он понимал, что Ванга сможет быть полезной и болгарам, и иностранцам, что ее предсказания и советы смогут помочь многим людям, которые были больны. У Ванги появились высокопоставленные клиенты. По одной из версий, с ней встречался даже генеральный секретарь ЦК КПСС Леонид Ильич Брежнев. Инициатором выступила экстрасенс Джуна Давидашвили, лечившая генсека. Говорят, что, войдя в дом, он высокомерно спросил прорицательницу, «Ты знаешь, кто я?» Ванга насмешливо ответила, «Знаю, ты большую начальник». Контакта не получилось. Их разговор продолжался не более двух минут. После Брежнева в разные годы у Ванги побывали еще многие члены советского политбюро. Ванга продолжает принимать людей, причем делает это абсолютно бесплатно. Единственным вознаграждением остаются только подарки и сувениры, которые люди преподносят ей от всей души. Но в столице Болгарии судьба ясновидящей была уже решена. Мир материален. С точки зрения коммунистов не может быть неба и подобных духовных вещей. Но они поняли, что они не могут остановить поток людей, которые едут к Ванге. И тогда кто-то умный решил, что если это нельзя прекратить, то почему бы не заработать на этом деньги? И вот так, 3 октября 1967 года, Ванга была объявлена государственной служащей. С этого момента Ванга стала получать официальную зарплату – 200 левов в месяц. Теперь визит к прорицательнице для болгар и граждан социалистических стран стоил 10 левов, а для иностранцев – 50 долларов. Были назначены люди для поддержания порядка в ее дворе, отвечающие за ее отдых и спокойствие. Касса к Ванге работала как часы. Через несколько лет, в 1981 году, Людмила Живкова, так много сделавшая для Ванги, неожиданно погибла. Через несколько лет после того, как мама умерла, Ванга сказала мне, что видела ее смерть, но не сказала ей об этом. Просто не смогла этого сделать. Ванга говорила, что не знала, когда и как точно это произойдет. Просто видела ее смерть. Между прочим, во время наших встреч с ней после смерти мамы, Ванга очень часто осуществляла с ней контакт. И мама во время наших встреч с Вангой, разумеется, через нее спрашивала меня о знакомых и близких людях, что они делают, как у них дела. А когда у вас обнаружилась способность предвидеть, узнавать, общаться вот с этим голосом, который вы слышите? Этот голос всегда рядом со мной присутствует. И вчера, и сегодня, и сейчас. Первый раз я услышала его перед войной. Была суббота, 5 апреля 41-го года. Собрались мы после обеда большой компании. Тут он и явился. Я увидела его своими душевными глазами. Вот как ты меня сейчас видишь, так и я его увидела. Передо мной предстал человек. Он сказал, кто он. Но я сказать тебе этого не могу. Человек, в общем. Говорит, я такой-то, такой-то. Слушай, что я тебе скажу. Завтра начинается война. Ты будешь говорить, кто жив, кто умер. Я просто вся в комок сжалась. 6 апреля 1941 года на Балканах началась война. Ко двору Ванги начали стекаться толпы людей. Женщины хотели узнать, вернуться ли с войны живыми их мужья, сыновья и братья. Ванга практически безошибочно предсказывала, кто вернется с войны живым, а кому суждено погибнуть. Люди ей безоговорочно поверили. В этой войне Болгария была союзницей Германии. А Ванга неоднократно говорила, что страны, которые выступят против России, потерпят поражение. Слух о предсказаниях Ванги дошел до болгарского царя Бориса III. В августе 1942 года в скромный домик Ванги вошел болгарский царь. Ванга велела ему запомнить дату – 28 августа. «Ширятся твои владения», – сказала она, – «но будь готов уместить их в скорлупки от ореха». Смущенный царь ни о чем больше не спросил Вангу. А ровно через год, 28 августа 1943 года, царь Борис умер. Дар Ванги в том, что она представляла собой мост между двумя мирами. Поскольку мы не можем иметь связь с нашими умершими родственниками, с тем нематериальным миром, как мы его называем, а они тоже не могут устанавливать с нами связь. Значит, ее задача здесь, на земле, и состояла в том, чтобы служить мостом, связью между этими двумя мирами. Что она и делала. Это и было самое удивительное в ней. В 10 километрах от Петрича, в кольце гор, находится маленькая деревушка Рупета. Место это, по-своему, уникально. Это кратер потухшего вулкана. Вокруг парят минеральные источники. Складывается впечатление, что долина эта под сенью величественной горы Кожух вовсе не природное создание, а устроенная умелыми руками огромная посадочная площадка для межпланетных кораблей. Возможно, здесь у земли находится так называемый родничок, как у младенцев. Ванга прожила в Рупете последние 20 лет. Это место священное. Это место выбрано совсем не случайно. Рупете обладает особой космической энергией. И тетя Ванга рассказывала, что сюда ей подсказала приехать икона Святой Петки. Она велела Ванге никогда не отказывать людям, помогать им, быть с ними и в горе, и в радости. Рупете, 14 октября 2005 года. В России в этот день отмечают покров Пресвятой Богородицы, а в Болгарии – День Святой Петки, Святой Пятницы. В этот день люди оставляют все свои дела и приезжают в Рупете отовсюду, из окрестных сел, городов и даже из самой Софии. Они знают, что в этот праздник должны быть здесь. День Святой Петки был любимый праздник Ванги. Часам к 10 утра собирается несколько тысяч человек. Здесь и православные, и мусульмане, и те, для кого святая только одна – Ванга. Большинство этих людей знали ее лично и приходят сюда, как в ее день рождения. У каждого из них есть свои истории про Вангу. Я приезжал к ней по поводу брата. Он моложе меня на три года, учитель. Как-то поднял резко мешок цемента, и у него случилась дископатия, смещение позвоночника. Был у многих врачей, даже в окружной больнице. Бесполезно. Ванга направила его к врачу в город Осеновград. Сказала, там есть мастер для тебя. Назвала нам точное место и дом. Мы нашли этого человека. Он только к брату прикоснулся и сразу его вылечил. Иногда здесь, у святого источника, можно услышать просто фантастические рассказы. Моя мама долгие годы болела, и вот она пошла к Ванге. И Ванга ей сказала, что это невероятно, у меня прямо мурашки от этого бегут. Она ей сказала так, вот ничего у тебя, говорит, со здоровьем и с головой нет, и с позвоночником. У тебя в теле семь лет живет игла. Медицинская четырех-пятисантиметровая игла. И вот она пошла уже здесь, в Болгарии, в больницу. Раскрыли ей позвоночник и удалили иглу, которую семь лет никто на скенерах и на рентгеновых снимках не замечал. Многие до сих пор приезжают в Ропет и в надежде на чудо. Верят, что Ванга помогает и после своей смерти. На праздник Святой Петки даже с погодой происходят мистические вещи. Я знаю, что тетя Ванга над нами в данный момент. Потому что солнышко светит, это она греет. Часто бывало, что до 11 часов, до времени торжества, идет сильный дождь. А потом вдруг к началу службы небо очищается, и выходит солнце. Иногда всего на один час. Заканчивается литургия, и снова идет дождь. Так было много раз. В 11 часов утра в церкви начинается торжественная служба. Перед ней обязательно выступают люди, которые были особенно дружны с Вангой в последние годы ее жизни. Все они считают ясновидящую своей духовной матерью. Людмила Кин. Она каждый год приезжает на этот праздник из Москвы. Людмила привезла к прорицательнице своего безнадежно больного сына. Ощущаю себя как на весах. Прям пол поплыла под ногами, в буквальном смысле слова. Я немножко опешила, но подошла к ней. Она сидела во дворе, говорит, твой ребенок, будь здоров. Время она не назвала. Ну, в общем-то, я удовлетворилась тем, что будь здоров, потому что ребенок был безнадежно больной. Мне все говорили, сдай его дурдом и прочее. А я боролась все-таки. Я считала, что надо бороться за своего ребенка. Людмила безоговорочно поверила ясновидящей. Тем более, еще одно предсказание Ванге о том, что Ким станет экстрасенсом и сможет лечить людей, уже сбылось. Сегодня у Людмилы Ким много своих пациентов. После смерти Ванги, Людмила вместе с сыном каждый год приезжает на ее могилу. Я очень ей благодарна, потому что, во-первых, при знакомстве с ней, я обрела уверенность в своих силах. Потому что до какого-то времени я все-таки сомневалась в своих силах. Во-вторых, когда она все-таки обнадежила меня, что мой ребенок будет здоров, и все-таки я видела, что она делала все для того, чтобы ребенок выздоровел, он все-таки идет на пути к выздоровлению, я за это бесконечно благодарна. Я готова за нее отдать все, что имею абсолютно. Ванга говорила, что судьба человека предопределена. Она в четких границах. И добавляла, что в рамках этих границ я могу помочь человеку, но за их пределы выйти не смогу. Я не Господь, не могу дать человеку душу. Если есть варианты, скажу, какой из них лучше, но если вариантов нет, помощь бесполезна. Об этом Ванга говорила людям в глаза только в исключительных случаях и только тем, кому по силам было принять такую тяжелую информацию. Лили Ванга, она очень ко мне хорошо относилась. Она говорила, ты всего добьешься. Но через 19 лет она мне сказала, тебе будет плохо, очень плохо. Это было в 82-м году. И все это исполнилось. Сын Джуны, Вахо, погиб, спасая чужую жизнь, точно в день, предсказанный Вангой. Машина, на которой он попал в аварию, превратилась в кучу искореженного железа. Джуна сама знала о грядущем несчастье. Просто как мать отказывалась в это верить. А тут еще пророчество Ванги. Более того, Джуна считает, что сын тоже предчувствовал собственную гибель. Я часто думаю, что человек это и есть сам. Машина времени, когда он засыпает, днем это реальная жизнь. А ночью он может оказаться и в прошлом, и в будущем. И, наверное, по схеме человека, конституции человека, можно создать машину времени. Над Джуной не раз проводились научные эксперименты. Ученые считают, что от прикосновения ее рук зарубцовываются раны, отступают болезни. Академики пытаются объяснить происхождение необычных энергетических полей Джуны, понять, почему выздоравливают люди, попавшие к ней на прием. Ванга посылала на лечение к Джуне самых тяжелых больных. Присылала она ко мне пациентов. Я помню, с лейкемией она прислала, сказала, езжайте прямо к Джуне. Они даже палатку сделали здесь во дворе, потому что нужно было в день 5-7 раз. А я все время в разъездах, в разных институтах. И почти что ночью приезжала. Так они меня ночью ловили. И я спасла этого ребенка. Болгария ко мне очень хорошо относится, и я к ним тоже хорошо. В начале 90-х годов на огромном пустыре около дома Ванги ждали своей очереди уже тысячи человек. Большинство из них шли к Ванге не как к прорицательнице, а как к целительнице. Ванга была прекрасный диагност, но иногда она направляла людей к другим врачам. Причем с этими докторами она никогда не была знакома, просто видела их мастерство на расстоянии. У многих остался в памяти тот невысокий забор в Рупите, за которым каждый получал шанс на исцеление. Сейчас немножко изменилось все. Вот под этим иконочками был вот такой вот забор, сетки рапицы, высокий такой, достаточно, и вот люди стояли вдоль этого забора. Второй охранник сидел вот здесь, в этой комнате. Вот он выписывал квиточек, и потом уже проходили в дальние комнаты, и там Ванга принимала людей. Вдоль стояли цветочки. Она разговаривала с цветами, здоровалась с ними. Потом проходила вот по этой олеечке, вот она, эта олеечка. Здесь у нее рос виноград, сюда цветы были. Иногда в хорошую погоду Ванга принимала вот здесь, вот за забором, вот здесь сидела. Вот на этом месте стояла скамейка и стол большой. Люди шли оттуда и вот сюда подходили. Ребенок маленький? Двенадцать лет. Твой ребенок? Да. И кто же его убил? Машина. Машина его сбила. Вижу машину. Эх, безобразие. Какой красивый ребенок. Боже, словно кукла. Мальчик? Да, мальчик. Я хочу еще одного. Вот спрашивает он о Райне или Радке. Кто это? Ради, Ради. Это же брат его. О нем спрашивает. Что он делает? Он в десятом классе или в девятом? В девятом. А ты кем работаешь? Кассиром в банке. Эх, Боже, хорошие вы люди. Никому ничего плохого вы не сделали. Ни у кого ничего не украли. Никого не обидели. И ребенок у вас замечательный был. А ты не плачь. Через полтора года опять придешь ко мне. И ребенок у тебя еще будет. Так что не плачь, сестренка. Так будет у нас еще ребенок? Будет, будет. Господь тебе даст. Она была таким феноменом, что знала имя каждого, кто ждал ее на улице, перед тем, как к ней войти. Представьте себе, 200 человек ждут приема, а она каждого вызывает по имени. Заходи, Иван, у тебя такая-то и такая-то проблема. Твою мать зовут так-то, отца так-то. Сюда приезжали президенты, министры, премьеры разных стран. Я не имею права называть их имен, но это правда. Даже во времена развитого социализма, Ванга всегда называла Советский Союз Россией. Она любила русский. И советовала болгарам не очень-то доверять своим южным соседям, грекам и особенно туркам. Она часто говорила о России. И предсказала не только развал Советской империи, но и победу Ельцина над Горбачевым. В 96-м году, накануне президентских выборов, когда партия Зюганова была очень сильна, Ванга в интервью газете «Новое русское слово», выходящей в Нью-Йорке, сказала, что новое пришествие коммунистов русским не грозит. Борис Ельцин победит на вторых выборах и снова станет президентом России. Рейтинг Ельцина в тот момент был 4%. Вообще-то Ванга избегала заниматься политикой, поскольку для нее это не было важно. Для того мира, с которым она общалась, духовного мира, политика – это то, что, скорее всего, не заслуживает внимания, потому что она не помогает в целом и не возвышает человека, не делает его ни моральным, ни духовным. Еще во время съемок первого документального фильма о болгарской ясновидящей Ванга стала объектом научного исследования. Вместе с операторами и звукорежиссерами в маленькой комнатушке Ванги наблюдали за ее сеансами известные профессора и академики. Они старались понять, в чем секрет Ванги. Может быть, она просто умеет гипнотизировать людей? В Софии был создан специальный институт сугистологии, где изучались предсказания Ванги. Годами велись наблюдения, что сбывается, а что нет. Про нее писались диссертации, ученые мужи в своих дискуссиях спорили до хрепоты, что такое Ванга. Ванга представляет собой феномен. И тот факт, что мы собрались здесь ради именно Ванги из Петрича, а не какой-нибудь другой знахарки, уже доказывает то, что она представляет собой феномен, некое из ряда вон выходящее явление. В 1995 году в Болгарию приехал гробовой. Экстрасенс, как его называли, человек-рентген. Здесь видно, как он волнуется перед встречей с известной ясновидящей. Больше всего человека-рентгена интересовал вопрос вечной жизни. Меня интересует, смогу ли я сделать так, чтобы люди не умирали? Не сможешь. Все земные, все мы земные. Сегодня ты, завтра я, послезавтра он. И пусть даже голову не морочат. С жизнью все родятся. Так-то вот. Ты много знаешь, тебе многое дано, но этого ты не сможешь. Ванга подвергла его своеобразному экзамену. Она вызвала из толпы отца безнадежно больного раком мальчика и попросила гробового поставить диагноз. Человек-рентген сделал вывод. Ребенка можно вылечить зверобоем. Можно положить траву зверобоя к нему за трупу на пять дней. Чего умрёт? Да умрёт он. Пойми ты, умрёт. Зверобой. Не поможет зверобой. Приезжай через 20 дней и ступай в институт. Только в медицинский институт. Вот так я думаю. Через несколько дней все болгарские газеты написали о том, как закончился визит гробового к Ванге. Ванга считала, что они были лже-пророками последнего времени, как об этом говорится в Библии. Эти встречи с Чумаком, с Гробовым, с Кашпировским, с Тамарой Глобой. Я была на этих встречах. Они, как правило, заканчивались бесславно и обидно для них, потому что эти четверо приезжали к ней с большим самомнением, а выходили от неё пристыженными. В последние годы Ванга практически никуда не выезжала из Рупета. Единственное место, где она иногда бывала, это Роженский монастырь. Он находится на самой вершине очень высокой горы. Дорога туда идёт извилистым серпантином. С Вангой связана ещё одна история. Здесь было очень много аварий на этой дороге. Молодые ребята любят ездить быстро, с ветерком, и много их погибало. Ванга сказала, что если посыпать дорогу сахаром, аварий не будет. И тогда один из местных предпринимателей закупил мешки, из грузовиков этот сахар разбросали по всей дороге. С тех пор аварий здесь почти не стало. А если и случается что-то, обходится без жертв. Здесь, у монастыря, её дар видеть прошлое раскрывался особенно полно. В этом месте она часто рассказывала людям о славной истории болгарской земли. «Вижу давно умерших людей, разрушенные храмы и дома, существовавшие тысячи лет назад», говорила ясновидящая. Сидела в одиночестве и размышляла. Боже, чего только на свете не бывало. Ванга была уверена, что на Земле до нас существовали другие, более развитые цивилизации. Например, Атлантида. Некоторые учёные предполагают, что атланты общались путём мысленной передачи образов. Язык для них был второстепенен. Это так называемая правополушарная цивилизация. Наша цивилизация является классической левополушарной. Известно, что Ванга обрела необычные способности после какого-то воздействия на мозг во время урагана. Можно предположить, что это способствовало активации правого полушария мозга Ванги. То есть, по сути, Ванга была последним человеком из Атлантиды. В неё вселялась какая-то сила, которая даже доводила её до обморока. И я наблюдала такое состояние. Она уходила в себя, и её устами начинал говорить голос совершенно не её. Мне вспоминается голос с сильным металлическим тембром. Скорее, это был голос мужчины, чем женщины. Что-то близкое к тенору, очень категоричный, отрывистый. И когда речь шла о крупных событиях, атмосфера около Ванги словно накалялась, заряженная каким-то особым электричеством. И все, кто был рядом с ней, чувствовали волнение, напряжение и даже страх. Январь 1968 года. Ванга неожиданно впадает в транс и низким голосом начинает вещать. Помните Прагу? Прага скоро превратится в аквариум, в котором сумасшедшие будут ловить рыбу. В августе того же года последовал ввод советских войск в Чехословакию. В 1980 году Ванга делает еще одно предсказание. Курск уйдет под воду, и весь мир будет его оплакивать. Тогда никто всерьез не воспринял это прозрение. Особенно в самом Курске. Там даже посмеялись. Кругом степи, не Венеция же в самом деле. Тогда атомный подводный крейсер «Курск» еще не был построен. В том же году ясновидящая говорила о страшной атомной трагедии. Утверждала, что катастрофа произойдет на одной из АЭС близ Киева. Через пять лет мир содрогнулся от Чернобыля. Май 1979 года. Ванга утверждает, что через 200 лет человек установит контакты с братьями по разуму. Первыми сигналы из других миров получат венгеры. Изменятся сознания людей, и они поделятся по признаку веры. Эту белую церковь Святой Петки Ванга построила на свои деньги, которые копила всю жизнь. По своей архитектуре этот храм не похож на традиционные православные церкви. Еще во время строительства возник спор между создателями храма и представителями болгарского патриархата. Священники считали, что все, что делают художники и архитекторы, не отвечает стандартам православных канонов. Я считал, что необходимо обозначить присутствие самой Ванги в росписи храма. Невозможно, чтобы тот, кто строит храм, нигде не был отражен, так как во всех православных храмах они изображены. И для меня была довольно неожиданная реакция не только священнослужителей, но и ее родных, которые атаковали храмы и фрески, задаваясь вопросом, почему там изображена Ванга. За те несколько лет, пока в Рупето возводили церковь, не было и дня без конфликтов вокруг строительства храма. В свои 82 года Ванга оказалась в эпицентре страстей. Ей лично приходилось вмешиваться в спор между священнослужителями и архитекторами. Ты же владыка! Ты должен быть ваты мягче и сахара слаще. Но есть церковные законы, с ними как же. Эх, там в твоей церкви пропоют 300 человек «Аллилуйя! Аллилуйя!» А у меня все 300 человек, что за день пройдут, в голове должны уместиться. День освящения церкви Святой Петки стал для Ванги настоящим праздником. Свершилось главное дело ее жизни. Ванга даже не подозревала, что совсем скоро эти люди, которые стояли вокруг нее, поделятся на два лагеря. Люди за месяц до смерти Ванги были одни, а через несколько дней после стали совсем другие. Меня удивило, как они могут восстать друг против друга в противовес тому, чему их учила Ванга, когда была жива. Сегодня Рупеты – это не только место поклонения знаменитой болгарке. Это туристический центр. Отовсюду приезжают сюда люди дотронуться до креста на могиле Ванги, сфотографироваться на фоне ее домика. Созданный незадолго до смерти ясновидящий фонд Ванги содержит этот комплекс в прекрасном состоянии. Многие из этих людей искренне любят и помнят Вангу. Но есть и такие, которые давно поняли, что Ванга – отличный бренд. Если вы поедете в Рупеты и побываете там, то увидите, что есть попытки торговать тем, чем была Ванга для нас. Есть такое, но это нормально для живых людей, потому что они должны обеспечить себе существование каким-то образом. Другое дело, что должна быть какая-то граница, за которую нельзя переступать. Дом Ванги в Петриче сегодня опечатан и находится в плачевном состоянии. Ключи от калитки до сих пор хранит у себя бывший личный охранник Ванги – Петр. Внутри дома ничего нет. Крыша течет, фасад разрушается. Похоже, что кто-то специально ждет, пока дом рухнет совсем. Участок-то очень хороший. Центр города – отличное место для бизнес-центра. До последних дней жизни Ванга принимала людей в Рупеты и не отказывала никому. И хотя злые языки стали утверждать, что Ванга стала чаще ошибаться в своих предсказаниях, очередь к ней не становилась меньше. Она стала символом. Некоторые шли к ней уже не за излечением, а лишь для того, чтобы прикоснуться или поцеловать ей руку. Для Ванги эти встречи становились мукой, потому что физические силы ее были на исходе. Она очень устала от людей. Ну, понять можно, потому что не один же... Мало людей кто-то и спрашивал ее, как она себя чувствует, как она сама немощная, как она себя чувствует. У нее ведь лишь с такими горстьями выплескивали на нее. Она все на свои хрупкие плечи принимала. Представляете? Естественно, она очень сильно устала. Ведь мало кто интересовался. Сказали, ты поела, Ванга, ты там отдохнула, Ванга, ты хоть что-то хочешь есть. 3 августа 1996 года Ванга была помещена в реанимационное отделение правительственной больницы в Софии. В течение нескольких лет у Ванги был рак груди, но она отказывалась от госпитализации, предпочитая лечиться дома. Свои страдания она переносила абсолютно спокойно. Насколько я знаю, она встречалась со смертью в раннем детстве, когда потеряла зрение. И мне кажется, что подобного рода страх был ей не свойственен, потому что, возможно, тогда она почувствовала, что существует какой-то иной мир, более совершенный, чем наш, где всем душам живется лучше. Поэтому она никогда и ничего не боялась. И это давало ей возможность и уверенность помогать людям и словом, и добрым советам. В эти дни все, связанное с Вангой, стало центром всеобщего внимания. На второй план отошли даже важнейшие политические события. Сотни людей стояли возле больницы. Тысячи ждали каждого слова о здоровье прорицательницы из газет. Да, это было именно так. Люди действительно интересовались ее состоянием. Она была национальным образом, национальным символом. И мне кажется, что в Болгарии все население сочувствовало ее болезни, старалось быть сопричастным ее страданиям. Она получала душевную и моральную поддержку болгарского народа, и это помогало ей. Это последнее предсказание Ванги. В нем, наверное, вся сила и мудрость этой уникальной женщины. Могут ли люди рассчитывать друг на друга, на дружбу? Это зависит от того, какая дружба. А если дружбы нет, то что же остается? Только вера. А дружба между нами, живущими на земле, есть? Есть что-то кроме веры? Только вера. Только вера. 10 августа Ванге стало легче. Она собрала вокруг себя родственников. Попрощалась. Ванга была ясновидящая. Видела даже свою смерть. Она умерла ровно в тот день и час, который сама себе предсказала. 11 августа 1996 года в 10 часов 10 минут. Скажи, Ванга, личность после смерти сохраняется? Да, сохраняется. А смерть – это только физический конец? Я не вправе ответить на этот вопрос. А перерождение существует? И на этот вопрос я не должна отвечать. Жею Евангелие! Жею Евангелие! Я вис свою в вас! Я высвою милисть! Детят своим! К роду славянского! До едиты твоей! Да, дарусь силу свою! И да будет жизнь!